Как раз в тринадцатом году я встречался с людьми Виктора Медведчука и мне на уровне СБУ, только тех, кто за Россию, было предложено стать кандидатом президента Украины до Зеленского. Зеленский еще не было сериала, это его раскручивали англосаксы. А я, кстати, в том же 2013 году, 10 лет назад, записывал свое первое интервью с Никитой Борисовичем. Он тогда очень жестко топил за Пусси Райт. Я, кстати, с ним согласен, сажать их не надо было. Сделали им биографию, как в свое время Советы сделали биографию Бродскому. Я считаю, что важно очень отсекать врагов России от финансирования, от российского бюджета, потому что это продолжается сплошь и рядом. Так или иначе, напрямую из Минкульта или косвенно через организацию концерта в том же Кроку-Сити. Постоянно происходит. Вот сейчас пытаются отменить концерт американской певицы Анжелики Варум, которая вместе с Леонидом Агутиным собирала деньги для украинцев. В Кроку-Сити намечен концерт ее, там уже какие-то письма пишут по этому поводу. Интересно, состоится ли концерт в Лужниках на самой масштабной площадке, концерт Би-2, который они у себя анонсируют на сайте и в соцсетях. Я, кстати, в Лужнике не поленился, прозвонил. И мне заверили, что якобы никакого контракта у них нет. То есть здесь либо просто Би-2, зная, что у них нет контракта, продают билеты и собирают деньги, чтобы потом изобразить, что они запретили, что они такие жертвы цензуры, либо, может быть, меня дезинформировали. Не знаю. Время покажет, до июня осталось не очень много времени. Хорошо, что вот этого рэпера из Казахстана, вернее, он из Киева, на самом деле, как выяснилось, отменили. Ну, вроде бы, не будет этого концерта. Вот. А повторюсь, Никите Борисович готов вам поверить. Мало ли кому и кто и что предлагал. В общем-то, на самом деле, он артист не хуже Зеленского. Ну, а как? Ну, а мне вот интересно, допустим, вот сейчас пора отпускная. Вот мне интересно, вы летом куда поедете? Мне неинтересно говорить с вами на тему, куда я поеду, потому что миллионы моих соотечественников не могут поехать, куда я хочу. О, в социалку. А при этом девочки, которых я очень люблю, сидят в тюрьме, а интеллигенции, ну, девочки, пусть и рай, которыми я очень люблю. Они сидят, я просто счастливы. Их лица, потому что они точно так же, как вы, очень любят пиариться. У них просто звездный час сейчас. У меня к вам вопрос тогда. А вы не представляете себе, на минуточку, представьте себе, что они делали это не ради пиара, а ради истины. Вы не знаете о том, что церкви превращены в торговые точки? Вы этого не знаете? Мне, Никита, мне когда было 20 лет, я сидел в тюрьме. Так. И теперь вы стали мудрым, и теперь вы стали мудрым, и теперь вы прогнулись по полной программе. Не надо, не надо. Вот не надо ля-ля. Не надо ля-ля. И выполняйте то, что он говорит власть. Был такой человек, какой Устон Черчилль, который говорил, что если 20 лет человек не эволюционер, он подонок. Если в 40 он эволюционер, он дебил. Больше 100 дней сидеть в зоне за решеткой, сидеть за решеткой. В то время, как настоящие лохотронщики ходят на свободе, делают бизнес на невежестве людей, устраивают ту театральную, не хочу говорить неприличных слов, Моё любимое, духовную б***ю умножают, и вы, и вам подобная оправданная духовная интеллигенция молчит. А Никита Михалков выходит и говорит, а я бы их наказал тем, чтобы в мечеть направил. Вот, вот какой ты Никита Михалков, добрый христианин. У меня напомню всем и во главе с Никитой Михалковым, что Мухаммед, Мухаммед как раз говорил, мочить неверных. А вот тот, кому поклоняется Никита Михалков, Михалков, говорил Христу, то бишь, они же все Христа берут в свои идеи перевертышные. Так вот тот говорил, возлюби врага своего, и не судим, и не судим будешь, ибо что ты видишь, соринку в чужом глазу, а при внах себе не замечаешь. Вы знаете, вас путаете ветхие, ветхие, новые заветы. Какой ветхие, ветхие, новые заветы, Иисус Христос. Я вам открою сейчас, не суди, и не судим будешь. А вы не выключите телефон. И не будьте, и не будьте как фарисии, которые на всех углах и церквях. Вот вы не договорной, Никита. Вы чувствуете, как вы работаете на власть? Я знаю наизусть те постулаты в Новом Завете, которые полностью, если их отзвучить в этой ситуации, спусирают, дискредитируют и господина Гундяева, и господина Михалкова, и господина Путина. Понимаете, о чем речь идет? И это, услышите меня, нет, это не революционер. Это трагедия не об этом. У нас время закончилось, правда, Никита. Вы уже сказали все самое главное. Потому что мы с вами полпередачи говорили о море. Я вообще не говорю. Ой, как-то вы же говорили. Мне интересно, куда вы поедете? Я только внимал и восхищался. Так вот, я к чему говорю, что трагедия, трагедия 21 века как раз в том... Девушки отдыхают... Я думаю, с Джигурды надо брать деньги. Правда 24, Никита Джигурда. Это ж праздник жизни. Смотрите в субботу, в 18.30. Евреи, вот скрепы. Так, значит, нужно открыть те скрепы, контролируя. Наш русский Христос, это князь Ярополк. Это последний князь империи, сын Святослава Великий, которого убил князь Владимир или его люди. Неважно. До тех пор, пока не будет покаяния. А что такое покаяние? Это пересмысление. Ребята, откуда идут проклятия родовые закупорки? Оттуда, когда 25% населения вырезал Владимир, заставляя верить в Христа, который сказал не убить. Нет, вот очень удобно и совершенно безопасно говорить о делах очень прошедших. Почему? Я сейчас говорю. Вот говорить о нынешней ситуации. Вот был упомянут Волошин, был упомянут Крым. Мне интересно, что громадянин Украины думает насчет тезиса «Крым наш». Значит, я сказал это сразу «Крым мой». И каждый, каждый, осознающий себя интеллектуалом и игру, говорит «Крым мой». Ребята, в чем проблема? Какой Крым наш, Крым ваш, Крым мой? Это каждый может приехать или что? Вообще, 21 век, мы все земляне. На нас смотрят другие цивилизации, смотрят мы как дети в песочнике, которые мочат. Почему? Ну, какой? Ну, мне хочется понять отношения конкретные. Отношения конкретные? Я еще раз говорю, в этой игре определенными игроками, которые продали Украину и имеют идею справедливости, мести, ибо в правом секторе внуки СС, внуки, которые хотят взять реванш, которые обижены на чекистов, есть предки и так далее. Правый сектор – это всего несколько процентов. Есть справедливость и есть месть. В Украине сегодня нет Христа. А в России? Я знаю, о чем говорить. И в России на сегодняшний день, в том понимании Христа, как он озвучен мистиками, посвященными еще до христианской культуры, в древнегреческой, я напомню, понятие «Христос было». Для этого нужно отмотать. И вообще это все игра, и это не фолозье. А у Джигурды есть Христос? У Джигурды есть Христос, сын. Я отец Христа. В этой игре я аж играл, я чем Анисину пленил. Я сказал, ну что тебе будет от богатых партнеров? А у нас есть любовь, а в любви рождаются боги. Если родители понимают, что если в любви и в молитве они притягивают высокую душу, божественную, я ее этим пленил, и мой сын Мик Анжель Христос, что по-французски «Крист». Просто когда русский паспорт давали двойное гражданство, он же рождался 7 января во Франции, сам рождался. А я Анисиной до зачатия сказал, что ты родишь Бога любви, ты родишь Христа. У меня стихи и песни есть. Я оккультист, Жень, оккультист. В отличие от мистика, мистика разделяет себя и высшие силы, себя и Творца, себя и Бога. А оккультист, изучив на себе и познав долгие посты, аскезу, молитву, осознает себя со Творцом, Творцом этого мира, Творцом любви другой нету. Нету. Никто не придет за тебя, не сделает то, что в своей игре ты постепенно будешь делать. Не в этом воплощении, так в следующем, в следующем. Но я против дедовщины, я против крови. Я объявил астральную войну тогда, год назад больше, Турчинову, Яценюку, потом Патрушенко, этим всем ребятам, которых я лично знаю, которые лично звали меня в лице Тягнебока присоединиться к их компании. В качестве кого? В качестве идеологического артиста, который владеет украинской мовою и писал наветь гимн Украины «Новый», «Новый». Чтобы не сгинуть наши вороженьки, как роса на траве, а хайгорилки выпьют с перцем наши вороги. И знамы заспевают «Эй, налывайте, полни и чары, щоп!» Вот это я все знаю, но я еще раз говорю, когда нет Христа, когда люди в прямом эфире у Савика Шустера, студия аплодирует и депутаты аплодируют сожжению живых людей и говорят, что горят колорады или черти в аду, я говорю, ребят, я вас люблю, я люблю Украину, я люблю всех людей, я посвященный, но я не с вами. Я там, где есть Христос в его проявлениях. В России он есть в проявлениях. А в Америке разве нет? А Америка только за счет посвященных, только за счет посвященных, а генеральный курс Америки и тех ребят и люминалов, кто правит, это люди совершенно без Христа. Какой Христос? Это жесть, это прагматика, это их желание, четкая и управляемая система, тотальный концлагерь, то, что хотел Гитлер. Я говорю с уважением к роду, но как к игре, помня, что в русской мифологии и истории есть князь Ярополк, который мог убить Владимира. Мультик, я говорю каждый раз, посмотрите официальный сегодняшний мультик о князе Владимире. И как люди князя Владимира, и Владимир бежит убивать Ярополка, и в итоге его убивают. Не политкорректно, но без злого умысла. Иронично, но без сарказма. Пристрастно, но по-честному. Правда 24 и Евгений Додолев. С понедельника по четверг в 19.30 на телеканале Москва 24. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин